Наказание в виде штрафа получила Елена Шубина, житель села Подсосинки, которая пострадала, можно сказать, из-за своей активной жизненной позиции. Елена практически всю зиму пыталась добиться от администрации Наталинского муниципального образования, чтобы в Подсосинках почистили дорогу к нескольким домам по улице Фабричной. Из-за того, что проехать по нечищенной дороге мусоровозы не могли, коммунальные отходы с этого закоулка вывозились крайне редко. А если учесть, что в селе машины рекоператора и так по графику должны приезжать один раз в неделю, то мусоровозов здесь не видели по несколько недель. И вот в один прекрасный день Елена не выдержала. Собрала весь мусор, и свой, и соседский, и отнесла его к зданию бывшей администрации, ныне учреждения культуры. За что и была наказана. Активистку пригласили на заседание административной комиссии, как организатора самовольной свалки. Если машина не приехала, жители забирают его домой. Либо вывозят в город. Я выводил по адресу, в городский город. Мы оттеретизированно отойдем, вернемся все-таки к рассмотрению по существу. Можно я принести прямо? Ну, давайте. Мне предложили принести к фабричный один. Фабричный один – это через дорогу от здания культуры. Кто? Исаева Наталья Валерьевна. Это человек, который работает в администрации, с кем непосредственно мы ведем всегда переговоры. Это тоже самое, понимаете, такая же территория села Подсосинки. Но после этого, как я положила на другую сторону, в фабричный один, собрали-собрали, двинули эту глыбу снега, и люди пользуются этой услугой. А до этого мы просили, мы три месяца ходили просили. Мы скидывали фотографии, что невозможно машину проехать. И с вами мы даже под свой личный легковой автомобиль прочищали дорогу. Мы не обращались к вам. Почему? Потому что действительно очень серьезная катастрофа была с этим снегом. Правда, в этот день комиссия более напоминала отрепетированный спектакль с двумя заранее заготовленными решениями. За жительницу Подсосинок вступился глава города Балакова Роман Ирисов. Но председатель комиссии Павел Гречухин слушать доводы не стал, взяв назидательный тон со своей прошлой работы. Он предложил два варианта. Признавайся виновный и простим, или максимальный штраф для строптивых. Не правда ли знакомые методы? Вам что-то можно было расчистить, что на доступный участок, скажите, пожалуйста. Не поступало там никаких обращений. А, вот, не поступало, если всю силу вас поступало. Если вы предоставите сейчас письменное обращение, на которое мы не обращение, я скажу, да, это было. Скажите, пожалуйста. А сейчас, говорит о том, что там 10 раз, я не умеряю, так сказать, эти самоработки по своему. Как вариант, мы для этого и... Так, ладно, Александр Викторович, Александр Викторович, Александр Викторович. Не надо, перейдем. Александр Викторович, Александр Викторович, пожалуйста. Можно слово? Все, у нас, подождите, у нас там куча народу, поэтому давайте мы все-таки не будем... Все, все, комментируйте в социальных сетях, не надо. Так, значит, сколько у нас населенных... Я прокомментирую. Так, я веду это. Роман Сергеевич. Роман Сергеевич. Роман Сергеевич. Роман Сергеевич, реестр, в том числе, местный сбор мусора. Это закон такой. Я повторю все-таки свой вопрос, вернее, даже не повторю. Я так понимаю, сделали вы это специально, ну, как-то попростно-речим говорить, знак протеста против администрации. Так? Перепречь администрацию. Понятно. Я могу добавить. Сейчас, а вот как раз хорошо у нас адвокат присутствует. Как раз вы в курсе, наверное, 104-го закона Саратовской области, да? Тут у нас 8-я, как-то, статья 8-2 относится к нарушению правил благоустройства. Да. Вот у нас в основном мы людей привлекаем из организации несанкционированных свалок. По части 4-й статьи 8-й. То есть люди просто вываливают, мы их на этом ловим и наказываем. А ваша подопечная рассматривается у нас по более тяжкой статье, по части 6-й. Она подразумевает умысел. Поскольку человек не признает свою вину, предложение 5 тысяч рублей. Другие предложения. Минимальная штрафа 2 тысячи рублей. Вступил в два предложения. Кто за первое предложение? Да, я хотела вопрос. За второе предложение. Можно исследовать? За второе предложение голосуем. А вы воздержались, что ли? За первое. Два, три. За 5 тысяч. За 2. 4 тысяч. А, на 5. Ну и все. Вы наказываете штрафом 5 тысяч рублей. И пожалуйста, средства массовой информации передайте жителям города Балаково и Балаковского района. Все, кто будет забрасывать мусор вне специальных путем для этого места, будут оштрафованы в соответствии с законом Саратовской области номер 104. В назидание особо буйным Павел Борисович рассказал историю про огурцы и ашота. Я когда только приступил к работе в административной комиссии, мы поначалу штрафовали бабушек за торговлю огурцами, помидорами и прочее. И вот когда мои сотрудники составляли в них протоколы, бабушки им даже иногда подсказывали. Сынок, ты пиши на меня, как на физическое лицо, мне ашот все оплатит. Вот мне сейчас не оставляет впечатление, что у вас тоже есть какой-то свой ашот, который вам готов этот штраф оплатить. Уже за спиной вышедшего из кабинета Романа Ирисова данная шутка повторилась, причем в довольно неподобающей для чиновника форме. Орман сердечко-то ушел. Ему тоже неинтересно. Вы у нас являетесь представителем. За попытку помочь активной жительнице главу города сравнили с неким ашотом. Как вытекает из данной истории, налицо открытый конфликт. Вот только задумывался ли Павел Борисович, что подобная ситуация уже была в городе, только вместо активной гражданки были и молодогвардейцы, которые сложили мусор под дверь рекоператора. Может быть, стоило тогда назвать ашотом и депутата Госдумы Николая Панкова, который, как и глава города, вступился из активистов, обещав оплатить адвоката. Или защита интересов балаковцев уже не первоочередная задача для чиновников. Вывоз мусора – это особый случай в рамках нашей области, в рамках Балаковского муниципального района, и вот этого села Подсосинки. Нельзя такими мерами мерить, штрафовать и сразу браться за протокол. Здесь проблемы гораздо глубже. Здесь проблемы и работы исполнительной власти в Натальинском муниципальном образовании, и работы регионального оператора, который до сих пор до конца не может наладить свою работу. А мы сейчас будем наказывать тех людей, простых граждан, которые, оплачивая услугу, не могут ей воспользоваться по разным причинам. Дороги нечищены или нерегулярный вывоз мусора. Наказывать за это, если мы сейчас сами же своих будем наказывать, это неправильно. Здесь позиция, конечно, чиновников со стороны административной комиссии, мне, честно говоря, непонятна. Я в данном случае больше доверяю и на стороне жителей Подсосина, которые говорят о том, что дорога была не почищена и рекоператор не смог проехать до жителей. Дошли до точки кипения, когда действительно женщину чисто по-человечески жалко. Здесь то, что сейчас вынесли на комиссии, я однозначно считаю, что это неправильно, потому что когда людей доводят уже до точки кипения, естественно, происходит взрыв. Уже на выходе из здания администрации расстроенная Елена Шубина встретила главу Балаковского района Александра Соловьева и попыталась рассказать ему о своей проблеме. Но голос Александра Аникеева, того самого главы Наталинского муниципального образования, подавшего на нее жалобу, был громче. При этом, являясь членом партии «Единая Россия», он открыто выступил против секретаря местного отделения Романа Ирисова. На партийной площадке, говорю, хотите, хотите, чтобы у нас не было. Потому что не надо делать эти пиаршики. Хватит, вы уже их наделали. В прямом, я говорю. Поэтому давайте на другую площадку. В итоге жительница села Подсосинки решила добиваться справедливости в суде. Я не согласна с таким решением. У нас даже не допросили свидетель, не рассмотрели документы, которым мы ходатайся в суде при общении материалом дела, фотографии, за что мы бились. Ну, будем дальше рассматривать в суде. Может, там мы будем услышать. Здесь нам даже не дали слова сказать практически. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...